Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Аналитик Александр Ланецкий со мной на связи прямо сейчас. Александр, здравствуйте. Добрый день. Начать я хочу с трагических сообщений. Второй удар подряд, второй обстрел территории Украины. Глубже в тыл прошлой ночью. Три зоны поражения. Это Днепр, Киевская область, Черкасская область, в Умане попадание в жилой дом сообщают по состоянию на момент нашего с вами разговора о девяти погибших. И, соответственно, параллельно такая достаточно хорошая, как бы это не цинично было говорить в момент таких трагедий, статистика ПВО. Потому что сбили 90%. Ну и отсюда возникает здоровый, максимально, ну, скажем так, отвлеченный от эмоций вопрос. Двадцать, там, три ракеты запустили. До этого прилетели калибры. Раньше раз в две недели запускались сто ракет. Сейчас вот такое количество. Удары, примерно мы понимаем географию этих ударов. Александр, что можно сказать о целях вот этих задач, которые на тактическом или оперативном уровне сейчас решают вооруженные силы Российской Федерации? Ну, смотрите, мы можем только предполагать, учитывая, что, ну, есть две вводные. Во-первых, не обсуждается, куда ракеты долетели. То есть, ну, те 10% ракет, которые долетели, это фактически военная тайна. Ну, то есть мы, даже зная, не можем это обсуждать. Ну, а я, допустим, не знаю, куда они прилетели. Это раз. А все остальные были сбиты или на подлете, или, может быть, где-то на середине. И, ну, то есть при всем цинизме и соболезновании к погибшим, явно такие ракеты не запускались по жилому дому. То есть это или она была сбита, как в украинке, или там кривые руки неправильные. Ну, то есть убили почему-то более важные. Россияне говорят, что их цель – это выбить склады. Ну, то есть они заявляют, что якобы разбомбили склад, ну, неделю назад разбомбили склад с топливом. И якобы там порядка 60 тысяч тонн, но очень-очень большие цифры называются, которые якобы были уничтожены. С другой стороны, я нигде в украинском сегменте не видел сообщений о том, что были какие-то большие пожары и так далее. Хотя, с другой стороны, может, СБУ хорошо работает. Поэтому кому не надо, тот и не знает. И россияне говорят, что таким образом, ну, якобы разбомбив такой склад, они сумели отложить наступление украинских войск. В любом случае, ну, смотрите, есть какая ситуация. Если не бомбят Киев, не бомбят большие города, ну, в любом случае народ привыкает жить к любой, приспосабливается жить к любой ситуации. Если нет бомбежек, у людей возникает иллюзия, что война закончилась. Что война, она где-то там, далеко, а так, в принципе, все нормально, все мирно. Как-то живем дальше, и слава богу. Когда случаются такие трагедии, они напоминают всем, что война, она не где-то там, далеко на востоке. Она вот тут вот, в соседнем дворе, в соседнем городе, и абсолютно на мирный спящий дом, абсолютно мирный, может упасть ракета, остатки ракеты, и все, и разрушит всю жизнь. И, ну, то есть, это в том числе и психологическая война, которая подогревает военные настроения и не дает, как бы так выразиться. Ну, то есть, если россияне надеются, что бомбя, мы про это уже говорили, это уже было понятно и полгода назад, бомбя мирную инфраструктуру или инфраструктуру двойного назначения, они приближают переговоры, но, на самом деле, они их отдаляют. То есть, они увеличивают градус ненависти и увеличивают градус военных, ну, милитаристских настроений. А в чем цель? Ну, так трудно сказать. Ну, наверняка цель не в том, чтобы запугать население. Тогда были бы ковровые бомбардировки. Наверняка стратегическая цель – это какие-нибудь военные объекты, там, логистические объекты и так далее, и так далее. Но чем дальше, тем больше мы видим, что поставки ПВО, чтобы там не писали СМИ западные и так далее, они играют свою роль. И Украина, в принципе, имеет чем защитить, во всяком случае, самые важные для себя объекты. Ну, да, здесь просто понятно, что можно развернуть дискуссию в сторону, а что на войне важный объект, а что не важный объект. Потому что, ну, действительно, день трагический, и, что примечательно, мало, ну, вот, там, Ким, да, который условно губернатор, ну, так принято называть, Николаевской области, вот он вчера давал интервью, комментарий по ударам калибрами. Говорит, ну, или, там, С-300, да, причем самое интересное, что даже вначале сообщалось, калибр С-300. Ну, то есть, что-то такое, что мы сбивать не можем. Ну, вот с этим намеком, как бы, вот, подавалась информация, говорит, что давно такого не было, как гром среди ясного неба, мы особенно, как бы, уже отвыкли от этого всего. Ну, видимо, рано начинаем отвыкать. Александр, я хотел бы вот это все, да, произошедшее наложить на фон и тональность сообщений с разных, как бы, уголков земного шара. После разговора Си и Зеленского там активизировались, как бы, разные, там, позиции, разные треки какого-то мирного урегулирования. А как это возможно? А вот спецпредставитель Китая поможет или нет? Лола да Сильва, у него, по-моему, как бы, в ежедневнике записано раз в день выйти с мирным предложением и заявить международную прессу, что нужно договариваться. И, вроде бы, как, знаете, и Шмыгаль, который поехал в Ватикан, тоже, вот, вроде бы, о мире. Это же все-таки Ватикан, Папа Римский. И, хотя, совершенно, как бы, другая тональность, что вы думаете насчет, там, приближения к перемирию стороны? Это искусственный процесс? Он кем-то возглавлен, лоббируется? И почему? Вот разговоры есть, движения нет? Ну, смотрите, давайте посмотрим, кто заинтересован в мире и кто не заинтересован в мире. Ну, то есть, в мире точно заинтересовано население Украины. Ну, 90% населения Украины точно заинтересовано. Я думаю, чем ближе к фронту, тем больше заинтересовано о том, что надо как-то это заканчивать. Конечно, желательно победы, желательно на мажоре. Но, это самое, но в любом случае, гибнут украинцы. На всей этой войне гибнут украинцы. Гибнут жители Украины, гибнут граждане Украины, бывшие. Если взять, наверное, этот самый, если взять ту сторону, то, наверное, опять-таки, мы не знаем статистики. Статистика, ну, нету правдивой статистики, но я думаю, что минимум половина потерь с той стороны военных, это тоже бывшие жители Украины. То есть, насильно или не насильно мобилизованные жители Луганской и Донецкой областей оккупированных, которых погнали на фронт и все. И гибнут украинцы. Украинцы, в первую очередь, заинтересованы в прекращении войны. И я повторюсь, никто не говорит про капитуляцию. Мы говорим про то, чтобы война побыстрее закончилась. Победой, допустим. Заинтересованы в прекращении войны бизнес, западноевропейский бизнес. Однозначно. То есть, вторые, кто теряют на это самое, это западноевропейский бизнес. Санкции. Ну, то есть, есть масса-масса-масса проблем, которые созданы для бизнеса. Западноевропейский. Третье, кто очень сильно заинтересован, это российская элита. В широком понимании этого слова. То есть, российский правящий класс, так можно сказать. Они, я уже у вас это не один раз говорил, они не для того провернули перестройку, приватизировали всю страну, захватили все народное имущество, грабили страну, зарабатывали на коррупции и на всем прочем 30 лет, строили дома в Ницце, в Лондоне, там, не знаю, на Майами, для того, чтобы сейчас сидеть по берлогам, по бункерам и бояться высунуться, без какой-либо перспективы это вернуть назад. Я уже молчу про то, что там и сейчас, причем мы это видим, что прямо вот и сейчас их жены, включая жены там главы военной разведки России, замминистра обороны России, там, я даже молчу про помладше и по менее милитаризованных, они и сейчас в Куршевелях, ну, на Западе, причем не просто за границей, где-нибудь в Анталии или в Дубае, они в Западной Европе. И я не удивлюсь, что потом вылезет, что они есть и в США. И, то есть, эти люди, они тоже все заинтересованы в мире, в окончании войны, так скажем, мир, это в том, что перестали стрелять, и каждый из них, ну, по-разному, ну, то есть, опять-таки, житель Украины, я думаю, по-разному видит это та самая. Житель центральной Украины, если перестанут бомбить, как сегодня бомбили, если перестанут прилетать ракеты, если, в конце концов, перестанет гудеть сирена и детям в школе не надо будет прятаться по подвалу, да и вообще дети смогут пойти в школу, потому что очень многие учатся онлайн, это уже будет мир, а там, ну, смотрите, ну, стреляли 8 лет на Донбассе, но каждый же день стреляли, ну, убивали, наверное, каждый второй день кого-то, ну, разве это было заметно в Киеве, Днепре или Львове или Одессе? Да никак. Ну, иногда там ветерана АТО можно было увидеть на улице, отвернуться в другую сторону и пойти, но большинство это не замечало. Вот, в принципе, и сейчас большинство, я думаю, готово даже на такой мир, хотя бы. Ну, то есть, раз не можем победить, раз не можем по-другому, давайте хотя бы как-то вот так решим эту проблему. Если говорить про российскую элиту, то они тоже там, им, им тот-то Украина, тот Донбасс, тот Крым сдался запасное колесо для зайцев. Оно вообще не нужно, они хотят это само. Но есть определенные силы, опять-таки, все эти три силы, которые я назвал, три группы, они никак не влияют на то, что происходит. Никак. А кто заинтересован в продолжении войны? Кто заинтересован в продолжении того, чтобы это само? Это империалистическая война, развязанная российскими империалистами в угоду китайским империалистам против американских империалистов. И вот пока не будут решены эти все проблемы, это пока империалисты не решат свои проблемы, те, кто действительно принимает решение, это просто так не будет решено. Да, в принципе, сейчас в полголоса какие-то там разговоры о финляндизации, но вот посмотрите, Финляндия два раза, действительно, в сороковом и в сорок четвертом году в невозможной ситуации они сумели отстоять свою независимость, сумели реально отстоять свою независимость от Сталинского СССР. И что-то наподобие сейчас. Но в Киеве такие разговоры, они чреваты уголовной статьей, а геополитически вообще мировая ситуация, она совсем не такая, как в сороковом и сорок четвертом году. Сейчас пока не будет преодолен экономический кризис в Соединенных Штатах, или пока не будет принято решение преодолевать его другим способом, то ничего не изменится. Или есть еще третий вопрос, то, что касается СИИ. Если вдруг Соединенные Штаты вступят в горячую фазу конфронтации с Китаем, вот тогда, возможно, Россия понадобится Соединенным Штатам как Северный фронт против Китая. И русские этого сидят и ждут. Вот они сидят и молятся о том, что... И все разговоры, я уже у вас это говорил, все разговоры о том, что мы большие друзья Китая, это все... Вы же это все на публику, это все не о том. Это все в последний момент предать, как там, вовремя предать, это не предать, это предвидеть. И перебраться на западную сторону. И все. То есть, и тогда вопрос, если вдруг будет горячий конфликт между Соединенным Штатами и Китаем, вопрос конфликта в Восточной Европе станет для американцев третьей ступенью. Вы знаете, есть одно слабое место в этом взгляде вашем. Это все-таки истощение Российской Федерации и военной составляющей государственной машины. Зачем тогда Запад выматывает российскую армию, если ей нужен Северный фронт против Китая? Смотрите, опять-таки, давайте по-другому посмотрим. 2020 год. Украина и Россия. Давайте сравним потенциал. Не то, что мы знаем сейчас, а то, что мы видели из перспективы 2020 года. Я очень хорошо помню очень многих аналитиков, военных аналитиков, кроме того, я не являюсь ни на грамм, которые рассказывали о том, что Украина, в случае украинских, кстати, военных аналитиков, которые в случае русского нападения, фронт посыпется за три дня, украинская армия просто рассыпется. И им вторили западные аналитики. И я думаю, что это, кстати, вот вся эта аналитика, от слова «анал», стала причиной, в том числе, стала причиной, что русские надеялись на то, что не получилось, на быструю победу. То есть им приносили и показывали. Вот вы посмотрите, вот тут генералы, полковники, там отставные в украинской разведке и прочие-прочие товарищи пишут и рассказывают, что у нас нету никаких шансов. И действительно, на тот момент здравый человек, смотря на Россию и Украину, вот я просто на карту напротив себя смотрю, ну да, там 20 раз больше населения, там во сколько, в 5 раз больше и так далее, и так далее. И никаких шансов оружия и всего прочего. Но, учитывая ту ситуацию, которая, ну то есть за Украиной стал коллективный Запад и помог Украине материально, ну в первую очередь ресурсами, военными ресурсами, и Украина очень активно и очень успешно сопротивляется России. Да, пока, может, не выиграют войну, да, пока не идет танковым клином на Москву, но очень-очень успешно сопротивляется и изматывает Россию. Так, а теперь давайте все перенесем на Дальний Восток. Если мы сейчас посмотрим на Китай и на Россию, опять-таки сравним их потенциал, то это будет не в сторону России. Но если Россию будут использовать как прокси силу против Китая, то включится ленд-лист. И, опять-таки, сейчас это кажется утопией, но я напомню, опять, все исторические параллели, это надо на них смотреть очень с осторожностью и понимать, что они, ну, очень осторожно. Но в сороковом году весной Франция и Великобритания планировала, ну, еще с зимы планировала, бомбежки Советского Союза, планировала бомбежку Баку, бомбежку портов и так далее, и так далее. Прошел год, и Россия, Советский Союз, стал главным союзником Великобритании. Франции вообще не осталось как независимой страны, а у Великобритании появился новый союзник. Советский Союз. И Советский Союз стал получать от Великобритании, но в первую очередь от США огромную военно-техническую помощь, начиная от бензина и пороха и кончая самолетами, машинами, орудием, консервами в конце концов и так далее, и так далее. То есть, если вдруг Соединенным Штатам понадобится какая-то сила, которая физически должна будет сдерживать Китай или давить на Китай, то все может перевернуться с ног на голову. В один момент. И все. А так, понятное дело, что все слитые разговоры, это было понятно и до этого, это понятно, чем дальше, тем больше понятно сейчас, но в России нету партии войны. Ну, если не считать таких маргиналов, как Стрелков Гиркин, который абсолютный маргинал, ну, за которым, да, стоят какие-то там силы ФСБ, но это маргинальные силы, вообще никто. А так, те люди, которые принимают решения, они все, это все называется одна широкая партия, так говорится. Ну, там, каким образом, и причем, я хочу обратить ваше внимание, такой персонаж, как Пригожин, он всеми своими действиями показывает Западу, что он абсолютно договороспособный, и вот он, если с ним договориться, он выполняет договоренность. И я больше, чем уверен, что в Москве абсолютно все такие. Ну, там, Путин непонятно, что себя думает, и чего на это самое, но так, абсолютное большинство, они спят и видят, как бы договориться. Ну, да, просто Путин, наверное, хочет договориться несколько о другом, но изначально хочет договориться, чтобы выполнять эти договоренности. вопрос только в одном. А Китай? Ведь там же это понимают. Смотрите, Китай это понимает, с другой стороны, я думаю, Китай тоже очень четко понимает, что он в настоящий момент не готов к горячей фазе столкновения с Западом. Просто не готов. И не готов, опять-таки, я не могу с уверенностью говорить про военные, ну, то есть, это военный эксперт должен оценивать, что, как, и сравнивать танки или авианосцы и так далее, и так далее. Ну, если мы посмотрим чисто экономически, Китай не готов. То есть, если, ну, опять-таки, смотрите, мы на пороге, ну, фактически уже начавшегося крупного экономического кризиса. Сначала его скрывала пандемия, сейчас война, потом, возможно, еще большая война будет его решать. И, конечно, если у вас ситуация-то аховая, и если вы видите, что в любом случае летите в пропасть, то тогда, наверное, начать войну, это логический выход, ну, то есть, последний шанс. Но, в любом случае, любые, ну, если против Китая будут введены санкции, хотя бы наподобие тех, которые введены против России, китайская экономика рухнет. Ну, то есть, китайская экономика, она экспортно ориентирована. Там, ну, то есть, более экспортно ориентированная страна из крупных, это только в ПРГ. Ну, опять-таки, в Германии где-то порядка половины экспорта идет в Евросоюзе. То есть, если смотреть на Евросоюз как на единое целое, то все равно у Китая еще большая зависимость на экспорт. Они, в БВП экспорт составляет там порядка 40%, и если его перекрыть, то Китай рухнет. Ну, рухнет, опять-таки, что значит рухнет? Рухнет тот социально-экономический баланс, который есть сейчас. То есть, в Китае есть юго-восток и в целом восток, побережье, на котором живет там порядка 70% населения, и все их благополучие, оно жиждется на внешней экономике. Ну, то есть, на экспорте. Ну, а у них была попытка запустить такой, ну, запустить вторую ногу, чтобы было какое-то внутреннее потребление. Было очень много инвестировано в недвижимость, очень много инвестировано в инфраструктуру. Но недвижимость, она, опять-таки, все, что за пределами точек роста, там, Ганчжоу, Шанхай, ну, то есть, таких супер-пупер мегаполисов, там оно все страшно переоценено, а если мы смотрим какие-нибудь другие, ну, там, Харбин, центр Китайской Сибири, есть целые микрорайоны, построенные, которые просто пустые. Они стоят пустые, нету желающих там жить. и они построены. И таких, ну, миллионы квадратных метров по всему Китаю, ну, то есть, построено, не имеющего спроса. С другой стороны, инфраструктура, это, ну, то есть, нам кажется, вот построил бы кто-нибудь скоростную железную дорогу, там, Луганск, Ушгород. Ну, вот, китайцы это построили, но скоростная, любая пассажирская железная дорога убыточная везде в мире. Ну, то есть, по-другому не бывает. И когда там нам прошлое правительство украинское рассказывало, что вот, вы посмотрите, как хорошо в Германии, как плохо у нас в Украине, это все был полный, ну, абсолютная ложь. Украинская железная дорога на тот момент была на голову лучше немецкой. По качеству обслуживания пассажира, может, нет, но с экономических, со всех других экономических показателей точно да. По количеству перевезенных пассажиров, по количеству перевезенных грузов, по прибыльности и так далее, и так далее. А теперь мы возвращаемся в Китай. Вот они настроили этих инфраструктурных проектов, а эти инфраструктурные проекты, они все убыточные и все требуют постоянных денег для содержания. То есть, ты, ну, мы это на Украине видим, если ты не ремонтируешь постоянно дорогу, она разрушается, если ты не смазываешь там железную дорогу, она разрушается и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, и мосты, и все, все, все требуют постоянного ухода. Ну, присмотрим. И когда у вас есть постоянный источник финансирования, когда вы там экспортируете на триллион в Америку и получаете эти деньги, вы можете, часть отправляете американцам обратно в качестве даний, покупая их приходить эти зарубежные деньги, все. А внутреннего спроса у вас нет. Ну, то есть, да, есть миллиард бедных китайцев, которые все мечтают о последнем хэйвэй. Но вы этот хэйвэй можете только подарить, а за него все равно кто-то должен заплатить. И так абсолютно во всем. То есть, Китай, он внутренне очень слаб, с другой стороны, у Китая есть очень четкая позиция, они не воюют. они, ну, то есть, это мудрая обезьяна, которая сидит на горе и ждет, ну, стратегия мудрой обезьяны, сидишь на горе и ждешь, пока тигр и, я не помню, кто там, тигр и лев внизу дерутся. Ну, в данном случае лев и медведь. Обезьяна дождется, кто победит, и утащит себе шкуру у побежденного. Это самое. То есть, это их стратегия. Это их стратегия и все. И китайцы не готовы к войне. Во всем случае, китайцы и все эти разговоры о том, что Китай там готовится захватить Тайвань, он наверняка готовится поглотить Тайвань, но политическим или, по крайней мере, военно-политическим с ударом на политическое решение. То есть, разве что угрожать, да, но завоевать нет. И все. И тут будет очень сильно зависеть от двух вещей. Насколько внутри Тайваня будет готова элита присоединиться. Или сопротивляться, или присоединиться. И насколько внешние игроки позволят это сделать, чтобы Китай усилился. Но война, Китай, война на сегодняшний момент невыгодна. Хотя, с другой стороны, Россия война позапрошлом году тоже логически была абсолютно невыгодна. И ошибка большинства аналитиков и была в том, что они логически смотрели, но какой смысл нападать? Никакого они взяли и напали. То не всегда работает логика. Но в целом, я думаю, что Китай заинтересован... Китай это там мудрая обезьяна, которая сидит и там давайте жить дружно. Давайте, вы покупайте у нас все. У вас там как раз война все разрушила, а мы вам поставим. Удивительная рядом, Александр. Новость пришла о том, что Украина повышает цену транзита российской нефти с текущих 13,5 условно евро за тонну до 21 с 1 августа. И причем об этом сообщают российские коммерсанты с 1 июня за прокачку 25% плюс, а с 1 августа еще 23,5%. Но смотрите, много об этом говорилось, что странная какая-то происходит война с транзитами через территорию энергоресурсов. Странно еще и потому, что эти ресурсы, они же не просто транзитируются куда-то в пустоту, они идут условно нашим партнерам, друзьям, которые оплачивают счета Украины и в бюджетной сфере любые другие военную помощь оказывают. Тут сразу две вилки. С одной стороны, Россия помогает помогать Украине Западу, а Украина, воюя с Россией, берет с нее еще и деньги. Очень странно все это выглядит. Или здесь ответ очень банальный и простой, мол, смотрите, какая Россия, какая Украина, какой Запад? Речь идет о компаниях, речь идет о крови в организме вообще мировой экономики, поэтому это отдельно, а то отдельно. Да, напоминает анекдот старый, такой антисемитский, это самое, моешь, как там, Мохаммед, почему ты не стреляешь? У меня кончились патроны, ну так купи у меня, да, это самое, то а почему мы говорим про войну? С юридической точки зрения ни в одной стране не идет война. В России это назвали СВО, специальная военная операция, в Украине это назвали военное положение. Юридически войны нету ни с одной стороны, правда, это вызывает, ну, когда про это говоришь, это вызывает ультрапатриотов с обеих сторон взрыв и это самое, но идет война, элиты с собственным народом, развязанная российской инкаристической элитой. Вот российская элита утилизирует собственный народ по дороге украинский, и кто от этого выигрывает? Ну, мы уже это самое, опять-таки, российская элита тупая и недалекая, просто тупая, ну вот, просто тупорылая. Украинские олигархи недалеко от того ушли, ну, когда послушаешь их записи, слитые и так далее, и так далее, просто ужасаясь, как 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 они туда забрались. Так вот, они, начиная с 90-го года, с 89-го, надеются, что западная элита посадит их за один столб. Тут совсем недавно, ну, в декабре месяце была передача, в которой один из полковников КГБ московских, вспоминал собрание на день чекиста, это 21-го декабря 91-го года в Москве, тогда министерство, тогда КГБ было объединено с МВД и называлось МГ, Министерство государственной безопасности и внутренних дел, МГБ, ВД, как-то так, это самое. И вот собрали чекистов, весь актив на Лубянке, вышел к ним первый зам, который в этом, первый зам министра, который отвечал именно за чекистов, и он стал им говорить, я не знаю, какой у нас будет строй, но я точно знаю, что мы вступим в НАТО, так что готовьтесь, в ближайшие годы мы вступим к НАТО и все поменяется. И вот это тупорье, начиная с 9, ну, по крайней мере с 91-го, реально еще раньше, они сидят и надеются, что их запад примет за один стол. И ради этого они готовы на все. Ну, то есть их на стол, их примут не за стол, а на стол. И когда они это поймут, к сожалению, очень много людей погибло с обоих сторон. И да, Гешефт, который делает, ну, то есть, смотрите, вся экономика, основная экономика и России, и Украины, и Казахстана, то есть, бывшего Советского Союза, там, за исключением, может быть, малых стран, таких как Балтийские страны, Молдавия, там, Грузия, Армения, она строилась последние 30 лет на одну. Мы вывозим сырье, продаем его на Запад за копейки, оттуда получаем за реальную цену потребительские товары. Товары роскоши для элиты, просто потребительские товары для простых людей и так далее, и так далее. Но этих копейки, этих копеек вполне достаточно, чтобы там круг людей, который вполне помещается в сотку или там в двухсотку Форбса, жил очень-очень припевающе, жил очень-очень очень-очень хорошо. И как там Марс говорил, нету такого преступления, которое бы капиталист не совершил ради сверхприбыли. Причем сверхприбыль у Марса там было 20%. Ну, так у этих ребят прибыль там 50-80%. Ну, они украли. Они украли и продают. А когда у тебя краденое, у тебя этих самых, ну, себестоимость очень маленькая, расходов очень мало. И все. И поэтому, да, ну, как так же само, как украинское озерно, как газ, который тоже идет транзитом и как все прочее, ну, очень конкретные люди зарабатывают на Западе, зарабатывают в России. И опять-таки в России, ну, то есть мы уже в какой-то из программ говорили, что в том же Газпроме, в той же раз нефти существуют очень крупные иностранные инвесторы. Да, где-то они кроются там за катарским фондом, еще за каким-то фондом, но... Ну, что говорить, Александр, я просто был поражен, когда британская пресса написала, что у Сальдо, у Сальдо фирма Британии по там торговле зерном, где он бенефициар 50% какое-то там название ЛТД, да, вот, ну, это просто, и как бы она вот до сих пор получается, что весь прошлый, ну, там, два, получается, сезона зерновых, ну, когда собирается урожай, а зимы потом, да, вот, получается, она нормально работала, сальдо приносила деньги, ну, это просто удивительно было. Продолжайте. Ну, люди зарабатывают как могут, и, опять-таки, смотрите, нельзя все сводить к тому, что это только деньги, я бы больше сказал, это все власть, те, у кого есть власть, у них есть деньги, те, у кого власти нету, кто власть теряет, ну, самый-самый яркий пример, который могут помнить еще на Украине, это Лазаренко, ну, то есть, человек, который бы имел очень-очень много чего, бы имел огромную власть, потом, когда американцы его взяли за пятую точку и посадили в тюрьму, оказался голый и босый, и когда его из тюрьмы выпустили, он не вернулся в Украину, потому что, я думаю, очень четко понимал, что большинство днепропетровских бизнесменов выросли, их капиталы выросли, так или иначе, из лазаренковских, из бизнеса с лазаренко, из крыши лазаренковской, и так далее, и так далее, и все, то есть, лазаренко был у власти, у него были деньги, было все, лазаренко потерял власть, он потерял, он потерял у власти деньги, и так работает везде, и единственное, ну, почему так не работает там, в Великобритании или в США, потому что там, на самом деле, правящий слой, он концентрирован. И, ну, то есть, что управляет Великобритания? Правительство, а не черта, черта лысого. В Великобритании управляет тайный совет при, он так и называется, тайный совет при королеве. В него входит премьер со всеми министрами, и в него входит, ну, их там несколько сот человек, получается, и в него входит теневое правительство Великобритании. Теневое правительство официально входит, а теневое правительство — это правительство, которое формирует официальная оппозиционная партия. И, опять же, если парламент принимает закон, его должно обсудить и высказать свое мнение и правительство, и теневое правительство. И всегда... Ну, то есть, решение принимается на тайном совете у королевы, у короля сейчас. И все. И поэтому неважно, кто премьер, либерал, либорист или консерватор, у проигравшей партии никто активы не про... у членов проигравшей партии никто активы не отбирает, и спонсоров партии в тюрьму не садят. А если садят в тюрьму, то это значит, что этот человек выкидывается из элиты. Выкидывается из правящего слоя. И оно на Западе, в состоявшихся государствах, оно везде так. В таких развивающихся, недоразвитых государствах, как бывшие государства Советского Блока или там Африки, ну там, да, там победивший может съесть. Причем в Африке может в прямом смысле съесть конкурента. Но в целом, ну, как бы, не хочется входить в конспирологию и в этой всей ситуации проиграл, в первую очередь, украинский народ. Ну, и российский народ, конечно, тоже проиграл. То есть Путин и путинская элита взяла россиян в заложники, и все, как бы, народ, по большому счету, мало там что решает. Ну, по этой логике, как-то, ну, так, хорошо вы проанализировали вот эти все посылы, но тогда по-другому немножко смотришь в сторону кровавого диктатора Лукашенко. Смотрите, у Лукашенко есть очень важный нюанс. Ну, то есть, я уже говорил, что быстрее всего, ну, то есть, мы не знаем сейчас, как война закончится, ну, то есть, война может закончиться, как я говорил, двумя способами. Или договорятся, и русские понадобятся на Северном фронте, на Дальнем Востоке, или Россия проиграет. Проиграть может разными способами, там, ну, сейчас все стали вдруг русско-японская, русско-японская война, это все очень напоминает русско-японскую войну. Кстати, русско-японская война, там элита, либеральная элита, которой принадлежал, кстати, Куропаткин, большой друг Вита. Вита уже тогда был председателем правительства Российской империи, только не имел никакой реальной власти. А Куропаткин был большой его друг и был главнокомандующим. И сдал, фактически проиграл специально войну японцев. Ну, специально, не специально, но проиграл ее. Все сделал, чтобы проиграть. И после этого случилась эволюция, случились реформы, Вита получил реальную власть, правда, ненадолго. И я думаю, что в России, особенно, как они сейчас стали очень много говорить про русско-японскую войну, есть много, много в элите людей, которые заинтересованы в подобном сценарии. Очень-очень много людей. Ну, то есть, проиграть могут таким сценарием, проиграть могут сценарием Первой мировой войны, когда ни один оккупационный солдат не стоял на территории Германии, и Германия полностью капитулировала, и полностью император был вынужден отречься и бежать, и так далее, проиграть могут, так как Россия проиграла в Первую мировую войну, когда случилась эволюция, и просто развалилась. Разными способами можно проиграть. Так вот, если вдруг будет полная капитуляция России, тогда, наверное, Беларусь объявит, что она была оккупирована, сделает финтушами то, что сделали, допустим, датчане. Они объявили себя, что они были, хотя король оставался, ну, то есть, во всех этих малых же странах оставался король на месте, оставалось правительство, ну, пронацистское, но они объявили себя оккупированными и сняли полностью с себя ответственность за те преступления, которые немцы проводили с их территории. Так вот, Лукашенко можно понять, его нельзя простить. Лукашенко нам обещал, что ни один танк не поедет на территорию Украины с Белоруссии, разве что на трактор он может сесть и приехать. Вот его народ жрал на тракторе, а приехали русские танки. И сейчас можно много чего говорить, что его загнали туда, что это был результат коллективных действий Евросоюза плюс Украины и так далее, и так далее. Да, действительно, Лукашенко в 19, ну, даже не в 19, а в 20, в 21 году пинками Запад с помощью Украины и, в первую очередь, очень балтийских стран загнали в объятия русского медведя. Зачем это было сделано? Кто за это получил какую взятку? В Лондоне, в Вильнюсе, в Варшаве или в Киеве? Мы, быстрее всего, уже никогда не узнаем. А те, кто будут слишком громко поднимать эти вопросы, получат по голове и очень больно. Ну, то есть, на сегодняшний момент Белоруссия это оазис спокойствия. Когда война закончится, если она закончится плачевно для России, то в Белоруссии будут очень большие вопросы и там может все закончиться очень очень плохо. Такое это самое. Хотя, с другой стороны, ну, надо отдать должное. У Лукашенко очень спаянная элита, что мы увидели по 2020 году. И думаю, что... Ну, и Лукашенко за эти все годы показывал, что он может уворачиваться. Из самых-самых сложных ситуаций как уж выползать. Ну, может, в конце концов, белорусские... Белорусская армия не воюет против Украины, как на него не давили. То может выползать и тут как-то это самое. Друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите колокольчик после того, как подпишетесь, напишите свой комментарий, что думаете о нашем разговоре с Александром. У меня есть еще один финальный вопрос. И он, ну, как мне кажется, наверное, вот важный для того, чтобы, собственно, закончить наш сегодняшний разговор. Смотрите, контрнаступление. Уже, ну, там, легенды слагают, да, как, когда, с каких направлений, а вот выпустить воду как бы из шлюзов Запорожской Грессы, вот она там затопит, и вот эти минные поля, и вот эти окопы, которые дали нарыть россиянам, да как пойдут вот в этом направлении, отвлекающий удар в другом. То есть, есть уже разные выкладки, есть разная, разная, скажем так, аналитика, но вот по большому счету есть как бы основания полагать, что вот подобное контрнаступление это вот вот этот единственный шанс, да, а следующего еще ждать еще полгода, еще семь месяцев, и вот после этого контрнаступления будет некое разрешение ситуации, пускай промежуточное. Ну, смотрите, война закончится, как я говорил, тогда, когда она должна будет закончиться, ну то есть, или, повторюсь, третий раз сегодня, или договорятся с Россией, Россия станет, ну то есть, не просто, сейчас она не нужна, сейчас там еще, ну то есть, не дошло до того, чтобы Россия нужна была там в конфликте против Китая, если там случится конфликт, она станет нужна, или будут изматывать Россию, пока не доведут до нужной кондиции, ну то есть, смотрите, Запад, ну то есть, кризис на Западе можно решить несколькими, ну вообще, мировой экономикой, ну в частности, западной, можно решить несколькими путями, можно просто ограбить собственное население, что было сделано в пандемию, ну то есть, под прикрытием пандемии, а можно ограбить какую-то другую страну, кризис на Западе по всем подсчетам должен был случиться в 88-м, 92-м, 3-м году, развал советского блока позволил отложить этот кризис на 20 лет, до 2008-го года, то есть, Советский Союз, Советский Блок был разграблен победителями, ну Западом, победителями в Холодной войне, и это дало огромный толщок развитию Евросоюза, огромный толщок развитию США, США пережил при Клинтон десятилетие экономического подъема, профицита бюджета, чего не было до этого 30 лет, и так далее. И сейчас, если Россию разграбить, а после России разграбить Китай, то Запад получит еще плюс каких-нибудь, если с Китаем, это плюс 50 лет еще процветания, а дальше, а дальше придет другое поколение и придумает что-нибудь другое, ну то есть, может действительно полетят на Марс, а там найдут чего-нибудь, может еще что-то случится, а может прилетят марсиане, все объединятся и будут воевать с марсианами, мы не знаем, ну то есть, к чему и как это самое. Сейчас стоит среднесрочная и краткосрочная задание, это отложить, преодолеть кризис, отложить его и это самое. То, исходя из этого, все эти контрнаступления, наступления, они с нашей точки, с украинской точки зрения очень важны, с западной точки зрения это все машина и важня. но, что очень-очень важно, контрнаступление будет в двух случаях. Как все прошлые, тогда, когда политически договорились и абсолютно не уменьшая героизм и важность и подвиг украинских солдаток, ну, сначала идет политическая договоренность, потом идет контрнаступление под Киевом, под Харьковом, на Херсон и так далее, и так далее. Это один вариант. Или другой вариант. Не надо политической договоренности, а надо действительно наступление. И тогда это не ограбление по-итальянски, старый такой мультик, когда весь город знает, когда Марио пойдет грабить и какой грабить банк. Нет, это будет по-другому. И тут я очень бы даже серьезно отнесся к тому, что сказал Азовец о наступлении там. Ну, это очень логично. То есть ударить в совсем другом этом, в другом месте и танковым ударом, там, где не ждешь, дойти до Тулы. А может даже и до окрестностей Москвы. И, ну, то есть, опять-таки, очень много чего будет зависеть от западных партнеров. Ну, я у себя в Телеграм по канале даже был, выложил этот скриншот, то есть, мы 15-го числа, по-моему, говорили, и там даже видео назвали, что 24 февраля будет ударено по Москве, а тут буквально на прошлой неделе вышла в Вашингтон-Пост, по-моему, вышла заметка о том, что, оказывается, Соединенные Штаты запретили Буданову, который готовился, якобы готовился ударить по Москве, запретили делать там, диверсионные или какие-нибудь другие удары по Москве, то, наверное, будет еще очень, от направления удара будет зависеть от наших западных партнеров. Дадут они по рукам или молча кивнут, что можно. Но, в целом, одно из двух, то есть, или будет политическая договоренность, и тогда тогда Украина вернет себе примерно все то, что потеряла после 24 февраля, или ударит в другом месте и будет иметь какой-то рычаг это самое «давайте меняться». Но там же ядерный удар или нет? Ну, смотрите, опять-таки, самое страшное, самое опасное для Украины и украинского народа это тогда, когда вдруг по-настоящему договорятся остановить войну. Вот тогда будет ядерный удар. И вот эти вот вбросы о том, что украинские беспилотники были сбиты позавчера, вроде бы, сбиты на русской атомной электростанции, это и стоит то. То есть, те силы, которые не заинтересованы в мире, атомный удар, он нужен только для одного, чтобы точно не было мира. Он никоем случае не остановит наступление, не развернет наступление, не заставит Украину или Россию сдаться. Он нужен только для того, чтобы мира точно не было. Если, только в таком случае, все. Ну, а для российской элиты, чтобы не было войны и чтобы их вернули, вот не только их жены, их самих вернули хотя бы в 20-е, а лучше в 13-й год, как там, отдавайте Украину и Урала половину, да заберите, нам она даром не надо, только вот наш азот пустите еще через, наш аммиак через аммиакопровод, и будет нам то есть там чуть-чуть другое. А все разговоры о том, что Путин возьмет, нажмет на кнопку и атомная бомба полетит, но я больше чем уверен, что не полетит. Ну, то есть, если бы Путин сам лично мог как гранату взять и бросить, ну, может быть, может быть, что-то и было. Но так как это устроено по-другому, то я думаю, что нет. Да, Александр, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Друзья, спасибо большое за то, что посмотрели. Подпишитесь на телеграм-канал Александра Ланецкого, ссылка в описании. Станьте моим подписчиком, если еще до сих пор смотрите без подписки. Лайк видео всегда помогает, ну, а всем вам мы желаем добра и света, несмотря ни на что. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok